Украинская сторона не оставила ни одного населенного пункта без боя, то есть они как бы реально сражаются. Соединенные силы Украины прошли через то, что можно назвать первой линией обороны и вот это закрашенное голубым цветом движение, оно сейчас уже находится непосредственно в контакте с второй линией обороны. Но я просто хочу здесь внести определенную, как мне кажется, необходимую ясность. Что такое первая линия обороны, вторая линия обороны, третья линия обороны и так далее. Просто чтобы было понятно. Ну тут первое, собственно, если говорить о структуре оборонительных вот этих сооружений, оборонительных линий, то первое, это хорошо известно всем, это широкое, шириной до 10, а то и до 20 километров в разных местах по-разному, это полоса минных полей. Это то, что российские войска устраивали и засевали минами на протяжении нескольких месяцев. Весной, ну зимой, весной, вероятно весной, в основном все-таки этого года. Значит, вот строго говоря, вот если уж так придерживаться каких-то строгих критериев, то первая линия обороны, по сути дела, это и есть минные поля. Причем минные поля усеяны как противопехотными минами, так и противотанковыми. Ну, противотанковая мина, это некоторая условность, это мина, которая рассчитана на поражение, на уничтожение или повреждение тяжелой бронированной техники. Она взрывается от того, что, ну просто от тяжести, когда многотонная машина так или иначе на нее наезжает, ну и тогда там есть разные механизмы взрывателей, но тем не менее она, значит, взрывается вот в очень серьезной тяжелой нагрузке. Ну, параллельно все это засеяно еще и противопехотными минами, которые взрываются, ну иногда даже вот от того, что человек на нее наступит, грубо говоря. В общем, это, как правило, это небольшие очень по размеру мины, иногда их называют лепестками, есть такой термин. Они часто рассчитаны даже не на то, чтобы убить человека или разорвать его, значит, на части, а, значит, рассчитаны на нанесение тяжелого увечья. Ну, например, так чаще всего это отрывается нога, прошу прощения за такие детали, но война есть война, и тут, в общем, не до красивости. Значит, надо понимать, что вооруженные силы Украины совершили, вообще говоря, подвиг, пройдя через вот эту полосу минных полей, понесяя, естественно, потери, война без потерь вообще невозможна, но тем не менее, все-таки это невероятное, я бы сказал, и мужество, и мастерство тех людей, которые, тех солдат, офицеров, которые проделывали проходы в минных полях, ну, рискуя жизнью, часто, к глубокому нашему сожалению, жизнь теряют. Или получают тяжелые ранения, что, в общем, тоже это одна из целей вообще при постановке противопехотных мин, значит, вызвать тяжелое ранение, тяжелого увечья с тем, чтобы нанести еще и психологический удар по наступающим войскам. Дальше. Дальше идет линия так называемых опорников или опорных пунктов обороны. Они бывают разного, ну, не то, что бывают, они просто разного масштаба. Это взводные, ротные, могут быть и более крупные оборонные вот эти вот пункты, опорные пункты обороны, которые часто соединяются, чаще всего соединяются там какими-то окопами, траншеями и так далее. Перед ними могут быть, а могут и не быть, вот эти линии зубов дракона. В общем, это то, что, ну, это необязательно. Ну, в общем, это вот так устроена обычно первая линия обороны. Немцы, которые вообще молчать должны еще столетиями и каяться, что-то себе возомнили. Теперь давайте в еще одну страну, которая сталкивается с реалиями молчаливого противостояния России и НАТО, в Германию. Там развитие автопрома находится под угрозой из-за высоких цен на электроэнергию. Такое мнение выразила глава объединения автомобильной промышленности ФРГ госпожа Мюллер. Согласно ее оценкам, ФРГ как производственная площадка значительно утрачивает конкурентноспособность в мировом масштабе из-за структуры, как она выразилась, затрат. Ну, очевидно, что все это происходит на фоне самых высоких цен как раз на энергоносители. Зато Германия при всем при этом продолжает не стесняться поставлять киевскому режиму новые пакеты оружия. Как сообщает официальный сайт правительства Германии, в новый пакет войдет 10 тысяч боеприпасов для зенитных установок «Гепард». Свыше 8,5 миллионов патронов для стрелкового оружия и 32 грузовика «Цетрос». Еще сотню точно таких же грузовиков-вездеходов ВСУшники получили от концерна «Мерседес Бэнс». Компания отмечает, что не только передала грузовики Министерству обороны Украины, но и предварительно подготовила украинских водителей. Естественно, гуляли на окровные немецких налогоплательщиков. Да и вообще немцам настолько нравится передавать киевскому режиму кучу различных систем военного назначения, что кабинет Шольца решил выделить больше всего денег на 2024 год именно Министерству обороны. А энергетический кризис в стране, конечно же, подождет. Как следует из нового проекта бюджета, в 2024 году все ведомства получат меньше денег, кроме Министерства обороны. С повязкой на глазу канцлер Шольц после инцидента во время пробежки по-прежнему притягивает к себе взгляды. Но в этот раз в центре внимания все же был министр финансов Линднер. И он хочет донести до депутатов, что времена, когда можно пускать деньги на ветер, позади. Сегодня важно вернуться к механизму ограничения государственной задолженности, то есть к надежному в долгосрочном перспективе государственному финансированию. Просто если мы не найдем выход из кризиса, мы поставим под угрозу стабильность нашего государства. Из-за пандемии и энергетического кризиса государственные расходы существенно возросли в последние годы. В 2024-м госбюджет, однако, заметно уменьшится. Меньше должен быть и дефицит бюджета – 16,6 миллиарда евро. Это на 30 миллиардов меньше, чем в этом году. И тем не менее планы Милинднера урезать бюджет недовольны многие. А все потому, что почти всем министерствам придется жестко экономить. Министр, вы нам представили не проект госбюджета всего правительства, а проект госбюджета только вашей партии. Такое ощущение, что Кристиан у нас один дома. Впрочем, планы Линднера поддерживает сам канцлер. В свою очередь, партия «Альтернатива» для Германии и вовсе обвинила правительственную коалицию в мошенничестве, потому что в бюджете не учитываются средства, выделяемые на специальные фонды. Профинансировать все эти проекты правительственной коалиции получится только, если заняться бухгалтерской акробатикой. А новый бюджет – это хорошо замаскированная огромная задолженность. Левые поэтому резко критикуют созданный дополнительно к бюджету специальный фонд Бундесвера. Германия продолжает вооружаться, но не может выплачивать нормальное пособие на ребенка. Нашему правительству танки дороже детей, и это, конечно, нездоровый сигнал. Американские тяжелые военные транспортные вертолеты «Чинук» способны быстро доставлять куда нужно различную бронетехнику. 60 таких машин закупит правительство Шольца, чтобы повысить боеспособность Бундесвера. В проект нового бюджета расходы на закупку этих вертолетов, однако, не включены. Деньги будут выделены из 100-миллиардного специального фонда на военные нужды. Еще раз, согласно проекту министра финансов Линднера, дефицит нового бюджета – 16,6 миллиардов евро. В Федеральной счетной палате, однако, утверждает, что дефицит бюджета будет гораздо больше. Если учитывать средства, выделяемые на спецфонды, то в 2024 году он составит уже 85,7 миллиардов евро. То есть на деле специальные фонды – это просто новые долги. Кроме спецфонда Бундесвера, есть еще фонд стабилизации экономики. Деньги из него идут на оплату больших счетов за электроэнергию и газ. В Федеральной счетной палате, поэтому крайне скептически относятся ко всем этим специальным фондам. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. Спасибо. 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 Спасибо.